В этом доме его очень ждали. К его приходу готовились. Поменяли батареи, разобрали дровяную печь, купили кухонную плиту. Природный газ уже на пороге. Слесарей запускают в дом голубое топливо. Газ дали в первый дом, первый абонент. Сегодня у нас с газом. Хозяин первым делом ставит на газовую плиту чайник. Гостей сегодня будет много. Поздравляют соседи, представители администрации. Виктор, первый в Мирном, подключил свой дом к газопроводу. Тракторист с 30-летним стажем прожил на этом месте 15 лет. На его глазах поселок рос, развивался, дождался всех благ цивилизации. Здесь есть вода, электричество, а теперь и газовое отопление. Сырая сочинская зима семье Викторов, которой семь человек, теперь не страшна. Уголь не надо, дрова не нужна, все. Так что легче будет. Кнопку нажал и все горит. Скоро еще одним холодным домом в Мирном станет меньше. Соседи Виктора уже получили документы на подключение. На других улицах тоже разводят газовые сети по дворам. Готовили мы людей, что необходимо сделать, консультировали, какое оборудование, какая стоимость, какова его стоимость. Оказывали все возможные содействия, чтобы жителям было меньше проблем при решении вопросов газификации. Поселок Мирный Первая Ласточка. Этой осенью еще в 29 сельских населенных пунктов Сочи придет голубое топливо. На подходе Эста, Садок, Чижипсы, Медовеевка, Красная Поляна, Совхоз Россия и многие-многие другие селы. Этот масштабный проект газификации стартовал около года назад. На пике строительства газопровода было занято около тысячи работников и 200 единиц техники. Длинную газовую нитку тянули в сложнейших горных условиях. Учитывала сейсмичность района до 9 баллов. Путь для голубого топлива прокладывали сквозь плотную застройку, автомобильные дороги и инженерные коммуникации. Центральное газоснабжение – большое подспорье для сел. Здесь много пожилых людей, которым самостоятельно приходится заготавливать дрова на зиму и топить печем. Но уже скоро в каждом доме зажгут голубой огонек.